Достаточно высоки, и вот за их бегом, и забегом сильнейших. Мы сейчас будем с вами наблюдать вместе со студентом мастера спорта, преградом Олимпийских игр, Варварой Барышевой. Добрый день, и действительно, давайте, очень любопытный забег. Мы как раз перед забегом, здесь за кадром с Игорем, обсудили наших спортсменов, которые сегодня будут принимать участие как раз на пяти километрах. Правда, увидеть нам предстоит лишь Данила Семерякова, остальные трое из наших участников будут бежать в дивизионе «Б», но там будет достаточно, я думаю, принципиальный спор между российскими, прежде всего, спортсменами. Идет разочарный путевок на чемпионат мира в классическом многоборье, который состоится в марте месяце в норвежском «Хамморе». И вот, мне кажется, те, кто пристально следит за пенкобежным спортом, непременно должны потом проверить протоколы, результаты сегодняшней. Да, тут такое расписание, что как раз группа «Б» вот именно на пятерке у мужчин побежит уже в окончании дня, поэтому, если вы сами не посмотрите эти результаты, только завтра мы сможем их вам пересказать. Ну, вот, отправились уже в достаточно долгий путь, длиной где-то 6,5 минут Данила Семеряков и Нильс Вандерпул. Семеряков отдал лидерство. Ну, напомним, о рекорде Катка он принадлежит здесь Свену Крамеру, 6.09.76. Ну, я думаю, что по готовности, по тому, что еще две недели до чемпионата мира на отдельных дистанциях вряд ли можно ожидать, и в связи с отсутствием, скажем так, здесь Свена Крамера, я думаю, что вряд ли можно ожидать результатов быстрее, там, в 6, скажем так, в 17-18, вот это мой прогноз. Хотя любопытен будет, безусловно, спор в последней паре Юрита Бергс и Петера Майкла. Да, как раз это я хотела сказать, что учитывая особенно вчерашнее выступление Петера Майкла, его неожиданная, да, бронзовая медаль на дистанции 1500 метров, да и Юрит Бергс, ну, я думаю, в неплохой форме должен находиться, поэтому вполне любопытно, но давайте сейчас вернемся на лед в первый забег, и здесь наш Данила Семеряков. Приятно видеть, что наставник Данила Виктор Александрович Сивков присутствует также на этом этапе Кубка Мира и смог воочию сейчас и понаблюдать, и подсказать своему ученику непосредственно на дистанции какие-то ощутки, и, надеюсь, это дополнительное произведение для Семерякова, хотя я знаю, что немножко перебаливал Данила, но на сегодняшний день это сильнейший из российских стайеров, он выиграл чемпионат России на дистанции 5, на дистанции 10 километров, поэтому, собственно говоря... Ну и личный рекорд как раз, вот то, что вы видели перед началом забегов, 6.24.77, он установил в нынешнем году как раз в Коломне. Да, и очень стабильно мы отмечали как раз с тобой, да, что очень стабильно складывался этот сезон для Данила, то есть были опасения того, что после осеннего такого неплохого старта, всплеска, да, будет какое-то падение, которое как раз могло прийтись на осенние и декабрьские этапы Кубка мира, но действительно там западение было одно, но было связано, опять же, с небольшим недомоганием, которое было у Данилы, ну, сейчас, правда, тоже немножко отстает, он отнялся фандерпула, но вот уже с этого круга, за 7 кругов до финиша, Данила начинает бежать по более быстрым секундам на круги, и думаю, здесь будет интересно посмотреть, как он сейчас будет подтягиваться к своему сопернику по забегу. Ну, у Данилы все равно были перепады в этом сезоне, он, в общем, очень неплохо провел азиатскую серию этапов, в Нагана 14-е время, ну, в группе сильнейших и в дивизионе выступал, затем Нагана, но он там сумел стать вторым, 6-25, тоже вот хороший результат, но вот в Астане у него совсем бег не получился, и он, начав достаточно уверенно, по 31 секунде заканчивал уже, там, чуть ли не по 34-34 с половиной, и в итоге стал последним в дивизионе А, ну, и затем уже в Херенвейне, там, падение у него было, и даже не добежал до конца, ну, что поделаешь, в Кубке мира, в данный момент Данилы на 22-е место, занимает Нинс Вандерпул 20-й, ну, он пропускал этап в Астане, и у него 0 очков, он был дисквалифицирован на этапе в Нагана, где показал, кстати, очень не тоже высокий результат, 6-24, за нарушение правил смены дорожки, он был затем дисквалифицирован. Ну, что ж, приятно, что Данила хорошо разложил силы по дистанции, что сейчас уже даже могут сравняться практически спортсмены. Ну, он догоняет прям, активно догоняет. Да, уже даже выходит вперед. Да, и с этого круга как раз сейчас по малой дорожке бежит Данил Семеряков, за счет сейчас малого круга, должен убегать от своего соперника, но и Нинс Вандерпул, он, собственно говоря, так уже терпит последние, наверное, как раз те три круга, которые Семерякову удалось сохранять беженую скорость, то Данил Семеряков здесь уже борется, конечно. Ну, и опять же повторюсь, что очень приятно, что у нас появился специалист на длинных дистанциях, и, учитывая молодой возраст Данилы, хочется верить, что будет прогрессировать и впредь, тем более следующий год, олимпийский год, и все будут предельно сконцентрированы именно на отдельных дистанциях. Да, в выступлениях, и, конечно, Данила сейчас практически в гордом одиночестве является, так, ну, по крайней мере, на мировом уровне, это единственный представитель России, который вот уже от этапа к этапу стабильно мелькает в группе сильнейших. Да, ну, в силу молодости, конечно, есть еще перепады, но, в общем, прекрасно понимаем, что для стаирских дистанций надо созреть. И, в общем-то, не очень много примеров в истории даже, когда там люди 20, 22, 25, уже что-то... Наличный рекорд без движения сейчас? Да, вполне может, ну, нет, наличный-то нет. Сейчас 24? Да, ну, где-то на 6.30. Ну, 5.59 была у него отметка за крупной пилошью, за 25 секунд по группам на протяжении 40. Ну, тем не менее, ну, 6.30 вот на этом этапе вполне себе достойно. Да, это, наверное, будет результат, в лучшем случае, в десятке в группе. Но то, что вот он обыграл сейчас в лёгкошном споре Нильса Вандерпула, это тоже здорово. Это тоже такая копеечка в копилку уверенности, потому что, ну, еще раз напомню, там, на том же многоборном чемпионате Европы Нильс Вандерпул был седьмым на пяти. Что касается Патрика Бюнкерта, я, так честно говоря, не помню его даже по протоколам в группе. Да, скорее всего, он там не бежал. Да, он не бежал. Да, не бежал. Только на пятерке. То есть, в общем, помочь немецкой... А, нет, бежал, бежал. 1.49.51 в группе. Показал он. То есть, все. Вот, даже Блюмену проиграл больше полсекунды на пятьдесят три суток. Ну, и здесь Патрик достаточно скромно начинает. Ну, это как раз та проблема, с которой, несомненно, Беккер сколкнулся вчера на полуторке. И это то, что абсолютно, конечно, без старта. И учитывая, ну, такой даже вот на первых двухстах метрах практически женский разгон. Такие быстрые спортсменки, как Вюст, они начинают даже быстрее тех секунд, которые Патрик Беккер сейчас показывает, на двухстах метрах. Которые, с одной стороны, вроде так и не столь важны на дистанции пять километров, но, с другой стороны, проиграв сразу вот эту секунду на разгоне. Потом надо где-то по дистанции найти этот момент, где ты сможешь ее отыграть. Ну, мы знаем Патрика Беккерта как великолепного финишера на стаэрских дистанциях. Особенно, конечно, ему это удается поразить неподготовленную публику своим бегом на последних кругах на десятикилометровой дистанции. Но весь факт в том, что это поражает чаще всего, когда он с кем-то вровень бежит последним кругом. А когда он вот так вот много проигрывает, он пока продолжает еще дальше на каждом круге отдавать какие-то десятые своему сопернику по забегу. Поэтому, ну, все. Дальше и дальше, Тед Ян Блёмен. Ну, пока что все-таки держится Беккерт вслед за своим канадским соперником. И 29,6 круг Глумана, 29,8 очередной круг Патрика Беккерта. Пока в таком контакте и плаком находится Беккерт, и, я думаю, это ему будет позволять поддерживать такую высокую скорость. И, в принципе, может быть, в концовке дистанция мы увидим более яркий спор внутри забега. Тед Ян Блёмен в этом сезоне на дистанции 5000 метров установил личный рекорд. Ну, понятно, что это произошло у него дома в Калгари. И пробежал он 6,8-11,64. Это было еще перед началом сезона внутренних стартах. Но это на данный момент второй результат сезона в мире. Долгое время он держался в первом, пока на чемпионате Европы Свен Крамер не выдал 6,10-8. И не отобрал, вот это Ян Блумина, звание лидера сезона на этой дистанции. Но именно временного. Так, конечно, всем понятно, даже если смотреть на положение в Кубке мира. Вроде бы всего лишь в третьем-четвертом в Кубке мира идет Крамер четвертым. При этом он первые два старта выиграл, а в третьем-четвертом просто не присутствовал. Честно говоря, сейчас вот подумала относительно календаря соревнований и присутствия канадцев здесь, как и американцев. Ну, правда, там вот из американцев, если мы говорим про лидеров, то могу понять, почему отсутствует Джо Мантия. Учитывая еще его высокие результаты на национальном чемпионате. А вот канадцы, Тед Ян Блуман, ну, наверное, все-таки, чтобы отобраться на многоборский чемпионат, приехал сюда, в Европу. Потому что, в принципе, по логике вещей, вот этот перелет и то состояние, в котором мы видим особенно спринтеров канадских, да, и специалистов на средних дистанциях, и Деетра, и Дюбри. То есть достаточно тяжело сейчас выглядят спортсмены, и поэтому, конечно, вот этот старт может быть с точки зрения именно перелетов и дальности путешествий, вот этих, которые вынуждены были предпринять и канадцы, и американцы, он не очень ложится в общую схему подготовки к чемпионату мира, потому что всего лишь две недели. Ну, так лично, если бы, там, предположим, все канадцы, американцы приехали бы в Европу где-то еще, там, в начале января, и две недели бы здесь просидели, отстартовали и поехали бы там дальше, в Корею. Ну, вот такой график предположил. Либо этот этап Кубка мира нужно было сдвигать ближе все-таки к чемпионату мира, да, наоборот, в ту сторону, к февралю. Ну, тогда его и по месту надо было сдвигать, когда его надо было где-то в Азии говорить. То есть, в общем, конечно, у составителей календаря, конькобежного, немало проблем. Календарь очень плотный, много стартов по ходу сезона, ну, скажем так, шесть этапов Кубка мира и еще четыре чемпионата. Ну, это как раз то, что все лидеры отмечают, и Найс, и Юсков, и, да, те интервью, которые нам довелось прочитать, что, конечно, этот этап Кубка мира, он может быть не столь показателен из-за того, что у всех в голове сидит одно, это ближайший чемпионат мира в Корее, и, конечно, сложно предположить, ну, вот, разве что Кьел Днайс сейчас уже готов крушить все достижения и выигрывать, а все остальные пока достаточно в таком затаившемся состоянии находятся. 32, 2,3 секунды выигрывает Тед Янглуман по графику бега Дао и Дефриса, но и вот не произошло... Ну, и он по такой же схеме бежит, да, бежал долгое время из 30 секунд, сейчас 30 с небольшим, но и у Дао и Дефриса было. Так что, в общем, он чуть-чуть отдает своего превосходства над Патриком Рустом, но удерживает преимущество над Дао и Дефрисом. Ну, и посмотрим, какого-то яркого финиша не у Патрика Беккерта не получается. Да, 6.15.84. Серьезный результат, на самом деле, учитывая личное достижение Тед Яна Блумана, он... Понятная радость вот эта мне, да, 6.11 в Калгари, 6.15 в Берлине. Да, это 6.11 в Калгари все-таки было в сентябре. Но все равно состояние, тем более вчерашние результаты на 1500 метров у мужчины, в принципе, ну да, вот там единственный, кто вносит сумятиц, это Нао Кадайра, который бегает очень быстро. Но, в принципе, рабочий лед, и результат 6.15, это, конечно, подтверждение тоже очень высокого уровня готовности Тед Ян Блумана. Ну и отметим, что Патрик Беккерт так тихо и сапой, мы практически вот на старте о нем несколько слов сказали, а он своим бурным финишем, 31 последний круг, ну так, относительно бурным, пробрался на третье место вот сейчас, на три сотых, обыграв Патрика Рюста. И, соответственно, Педерсон и Свинкса, отодвинув все дальше и дальше. Так что Патрик Беккерт в худшем случае будет пятым на этом этапе, а пока он стоит третьим и будет смотреть вместе со всеми, вместе с нами, забег Юрито Бергсми и Петера Майкла. Да, олимпийский чемпион на десятке, ну а Петер Майкл, безусловно, главное открытие нынешнего сезона. Победитель одного из этапов Кубка Мира, пусть в отсутствии Крамора, но, тем не менее, человек, который вписал свое имя в историю, как первый новозеландский спортсмен, который победил на этапах Кубка Мира в критерешном спорте. Да. Это серьезная задача, которая поставлена сейчас перед Бергсмой. Ну и, наверное, в этом году, надо сказать к слову, что Бергсма пропустит марафон на Вайзензе, так как он стартует буквально, по-моему, на следующей неделе уже сейчас очень много публикаций в сети о том, как замечательно это все проходит. Это альтернатива известному голландскому марафону 11 городов, 200 километров. Конечно, там, по-моему, половина населения Голландии сейчас находится вот в австрийском местечке на Вайзензе. Ну, наверное, все-таки олимпийские виды конькобежного спорта все-таки за год до Олимпиады поважнее. И Бергсма, я думаю, что не раз еще примет участие в различных марафонах, но это будет уже где-то после Олимпиады. А здесь, посмотрите, Питер Майкл с открытым забралом бросился в этот бег и пока даже лидирует. В чем абсолютно спокойно, да, 28-9 играючи. Ну, Бергсма тоже, опять же, весьма спокойно реагирует на это, бегая с Крамером, который с легкостью умеет переключаться с 29 на 28. Вспоминаем его феноменальную десятку на чемпионате Европы. Вот, и, конечно, Юрит абсолютно никак не отреагировал. И вот здесь один из наставников Юрита Бергсма показывает, что ровно с графиком бега он бежит, я думаю, ведут его уже изначально от графика Теда Яна Блумана. Да, конечно. Ну, а, правда, Майкл так вроде бы выдал 28,6, потом капнул на 30 с копейками. Вот мы видели уже, в принципе, такой график бега от новозеландца, не очень ровный, все время часто с какими-то перепадами. Это, в общем, не очень характерно для стайров. Но здесь хорошо, посмотрите, как он поймал спину Бергсма, посидел за ней на переходной прямой. Ну, правда, за счет того, что еще бежит по большой дорожке, так, внешне вроде бы и не выиграл. Ну, посмотрим сейчас на скорость круга, что это вот в этом компоненте дало новозеландцу. Да, 29,6 на 4 десятых быстрее, чем круг предыдущий. Секунду уже голландцу он проигрывает. Бергсма бежит близко, но пока тоже чуть-чуть уступает Блюмену. Но Блюмен только в два последних круга побежал медленнее 30 секунд. До этого все было из 30. Это, в общем, для равнинных катков серьезный график. Ох, быстрый круг сейчас выдает Бергсман, 29,4 и 30 секунд ровно Петр Майкл. Ну, у Петера явно то, что пока не попадает он в такую крейсерскую скорость. И вот эти вот поиски этой скорости, они, конечно, стоят больших усилий. Ну, ты знаешь, я думаю, что это связано как раз с тем, что он очень много ролика и практикует. И на роликовых соревнованиях с какими-то промежуточными отрезками как раз, там больше как раз такой рваной работы. Ну, плюс еще все-таки это работа в пилотоне, да, или в забегах, где присутствует более двух спортсменов. Но нам показали это Деяну Блумана. Мне кажется, он очень на Барон Мюнхгаузен ныне похож. Ну, Барон Мюнхгаузен, понимаешь, мы... Сегодня он прям на ядре, видимо, или пролетел эти 12 половин. В этом плане, да. В другом. Ну, это так же, как и Шарла Холмс. Каждый рисует себе свой образ от этого литературного персонажа. Понимаешь, для кого-то он абсолютно ассоциируется с Олегом Янковским. Поэтому... На Олега Янковского Тед Янблумен совсем не портит. Приглядись к нему в следующий раз на церемонии награждения. Мы его увидим точно. Но пока вернемся все-таки к Юри Туберксме, лидирующим в финальном забеге. И сейчас пять кругов до финиша. 29,9 была скорость круга Блумана. 29,7 Юри Туберксме. По-прежнему она почти полсекунды уступает по графику бега канадца. Но, думаю, контролирует эту ситуацию. Ну, и не забываем про Петера Майкла, который тоже умеет включиться на последних кругах дистанции. Вполне допускаю, что это включение мы тоже увидим. И там нужно будет Берксме тоже тактически не прозевать этот момент. Хотя... Ну, я думаю, что скорее все-таки Майкл борется уже за где-то третье место с Дау Дефрис. Хотя... Неожиданно сейчас Берксме 30 ровно и проигрывает, увеличивается вот это вот расстояние виртуальное от Теда Яна Блумана относительно Берксмена. Что, возможно, Тед Ян Блуман сегодня будет праздновать победу. Ну, как он установил мировой рекорд в прошлом сезоне на этапе Кубка Мира, когда бежал до Берксмы, до Крамера, и вот этот шарахнул мировой рекорд, и никто с ним справиться не смог. А да, смотрите, Берксма не выдерживает, судя по всему, этот темп. И видно даже по тому, как он бежит, как он стал раскачиваться. А Питер Майкл, наоборот, прибавил. И полсекунды на предыдущем круге только отыграл. И, безусловно, чувствует вот это падение скорости. Другое дело, что хватит ли Питеру Майклу дистанции, чтобы обыграть. Ну, сложно будет. На последний круг уходит сейчас пара, и, конечно, крайне сложная задача сейчас. Берксмена 37, он так вторым может не одержаться. И Майкл выходит в лидеры этого забега. Правда, сейчас надо бы ему на внешний радиус уйти. Но нет, Берксман даже не готов уцепиться за спину Питера Майкла. И Майкл выиграет в этой паре. И теперь, ну, понятно, Блуман, наверное, все-таки уже победитель этапа. Да, Блуман абсолютно точно победитель этапа. Но здесь, конечно, удивительное рядом. И финиш... Второй Питер Майкл, и третий только Юрит Берксман. Вау! Питер Майкл-то чуть было не побил собственные достижения. По крайней мере, был крайне близок. 6.15 и 19. Его личные достижения. 6.16.65 здесь, в Берлине. И лишь третьим становится Юрит Берксман. Но с другой стороны, можно сказать, что Питер Майкл не дотянул даже до лучшего результата своего в сезоне. Потому что у него в Нагана было 6.15.70. То есть, в общем, он... Нет, личный рекорд... А, нет, простите, это я усмотрю... 6.15 это у Берксмана. А в сезоне, да, в сезоне в Нагана у Майкла было 6.18. Ну что, Берксману все поздравляют с победой. Я так сильно подозреваю, что вот с того момента, как он в прошлом году, вернее уже в прошлом сезоне и в позапрошлом году, когда он побил мировой рекорд, он с тех пор не выигрывал этапов Кубка мира. Да, ну и Питер Майкл продолжает удивлять, конечно, с точки зрения чемпионата мира и на отдельных дистанциях, и чемпионата мира в многоборье. Будет крайне любопытно наблюдать за этим новозеландцем. И, конечно, на Олимпийских играх, возможно, откроется новая страница в эре конькобежного спорта. Ну и очень интересно, конечно, сейчас все сложится в зачете Кубка мира. Сейчас Берксман останется лидером, но рядом с ним будут и Питер Майкл, и Тед Ян Лумен, а Свен Крамер будет достаточно далеко. То есть 330 очков у Берксмы, 310 у Питера Майкла, 293 у Блумена. А у Крамера так и осталось 200. То есть, в общем, практически нереально будет выиграть Крамеру Кубок мира на длинных дистанциях. Ну, я думаю, в случае с Крамером и тем количеством титулов, которые... Если он выиграет чемпионат мира, многоборье, он может не доехать уже даже до финала Кубка мира. Ну, а здесь известнейшие голландские болельщики. Главный фанат Шани Дэвиса, вот он теперь Тед Яна Блумена поздравляет. Ну, помню голландское прошлое, несложно...